Время отпусков и каникул О том, как бороться с этой проблемой, обсудим в программе «Прямая речь» в студии Рафик Исаев. Здравствуйте! Традиционно спасением людей, в том числе и на воде, занимаются в МЧС. В городах и районах эту функцию возложили на местные аварийно-спасательные отряды. Но спасатели лишь устраняют последствия ЧП. Бороться нужно с причиной. Так считают во Всероссийском обществе спасение на водах. Первый устав этой организации был утвержден еще императором Александром II в марте 1872 года. Но большое, крупное, серьезное дело, оно всегда подразумевает под собой сотрудничество государства и общества. И поэтому решено в Вологодской области возродить восвод. Ему более 143 лет, еще с царских времен эта организация. И даже ее возраст говорит уже о том, что эта структура общественная, она была всегда востребована. Вот и сейчас это необходимо для того, чтобы усилять силы государства в обеспечении безопасности на воде и вести профилактические работы, в том числе и с детьми. Вода, она ошибок не прощает. И поэтому необходимо, так же, как правило, дорожного движения, начиная со школы, обучать этим детей, рассказывать, постоянно повторять своим личным примером, показывать детям, как нужно себя вести на воде. И вот эта профилактика, это как раз задача восвода заниматься детьми и взрослыми. Совместно заниматься пропагандой, обучать правилам поведения. Восвод в советские времена был мощной организацией. Но, как и многие полезные учреждения той эпохи, был забыт. На Вологодщине он возродился в ноябре 2010 года. Нужно наверстывать упущенное. В советские времена всегда существовали курсы матросов-спасателей, пловцов, водолазов. И этим занимался непосредственно восвод. Сейчас мы также возродили это. До этого времени в Вологодской области этим занимались спасатели непосредственно. В основном готовили профессионалов. А для общественности эта немножко тема была закрыта. Сейчас мы возродили этот учебный центр. Мы пригласили специалистов, спасателей, которые будут у нас преподавать и будут учить навыкам матрос-спасатель. Это люди, общественники, волонтеры, но профессионально подготовленные. И это даст им возможность даже устроиться на работу на летний период и, возможно, на круглый год. Конечно, некоторые без специальной подготовки смогут спасти человека. Но здесь важно не переоценить свои возможности. То, что вы хорошо плаваете, еще не означает, что можете помочь утопающему. Всегда для начала нужно оценить ситуацию. Если вы не уверены в том, что вы можете профессионально оказать помощь и не, скажем так, достаточно хорошо плаваете, нужно в первую очередь подумать о себе. Как бы это ни звучало, скажем, может быть, где-то кощунственно, да, но будет хуже, когда вы тоже утонете и будет некого спасать. Вместо одного человека в беду попадет двое, да. Поэтому, если вы не умеете, лучше не лезть, помогать, да, а как раз приложить все свои усилия для того, чтобы вызвать спасателей, вызвать скорую, то есть людей, которые это сделают профессионально, позвать на помощь окружающих. Особенно это мы рекомендуем детям. Профессионально научиться плавать, естественно, могут помочь бассейны. Но так как не у всех семей есть денежные средства, мы сейчас ведем переговоры с заинтересованными лицами по именно обучению детей в бассейнах бесплатно. Такие программы уже есть опыт в других областях, там выделяются бюджетные средства на область, и, естественно, детей обучают плавать. Плавать, ну, в данном случае, я считаю, что должны уметь практически все. Планов много, но, как это часто бывает, денег не хватает. Нынешнее руководство, члены Восвода, альтруисты, перед которыми стоит множество задач и конкретный план действий. Проблема у нас в том, что во время Советского Союза Восвод была достаточно сильной организацией, владеющими и учебной базой, и плавсредствами, и спасательными средствами. На сегодняшний день в Вологодской области это все утеряно. Мы сейчас стараемся это возродить. Возродить каким образом? Конечно, нужны денежные средства. Поэтому есть добровольцы, которые вступают в Восвод. Платят членские взносы, они достаточно невысокие, 100 рублей в месяц. Мы привлекаем различные коммерческие организации, которые выделяют, спонсируют нам денежные средства непосредственно на конкретные дела. Также мы участвовали в грантах. Вот один областной грант мы уже выиграли. В Вологодской области подано еще у нас два гранта. Ну и нам разрешено заниматься коммерческой деятельностью, да. Но не излечение прибыли, а именно денежные средства, которые пойдут на развитие Восвода. Поэтому всем этим мы сейчас это все развиваем, все восстанавливаем. И надеемся, что Восвод в Вологодской области возродится. И он будет не просто какой-то организацией, а организацией, именно которая занимается безопасностью на воде и обладает всеми необходимыми средствами для спасения. Естественно, подобные объединения нуждаются в поддержке не только государства, но и общества. В Восводе рассчитывают на то, что люди понимают, помогая организации, можно помочь в спасении чьей-то жизни. У нас существует... Естественно, мы рады любому человеку. У нас размещена группа ВКонтакте. Также у нас в скором времени, буквально в этом месяце, начнет работать сайт. Телефон мой личный для связи 921-732-2047. Я готов... Я рад любой помощи. Мы готовы обсудить именно любую инициативу любого бизнесмена. И обязательно у нас на сайте будет отчет о каждой копеечке, которую мы потратим, которую нам внесут граждане. Ну и немного практики. Официально купальный сезон Череповцы уже стартовал. Как насладиться отдыхом на воде без печальных последствий? Многодетным семьям рассказали череповецкие спасатели. Температура воды в реке должна быть не более, не менее 20-19 градусов. И первоначально, то есть срок купания, продолжительность купания, должна не превышать 5-8 минут. Постепенно доводя этот срок до 20 минут. Если вы загорали, в общем-то, на солнышке, то не надо резко бежать в холодную воду, потому что может произойти спазм сосудов, в общем-то. Вот. То есть в воду надо заходить постепенно. Особенно если вы с маленькими детьми, то, конечно, надо следить за детьми обязательно. То есть не оставляйте их без присмотра. Естественно, купаться нужно на оборудованных пляжах. Они подготовлены к летнему сезону. Там дежурят спасатели. Но если беда все-таки произошла, в первую очередь нужно извлечь человека из воды. Спасатели напоминают, важно правильно оценивать свои возможности. Если тонувшего удалось вынести на берег, нужно сразу же положить его на колено, чтобы из легких вышла вода. При помощи носового платка или салфетки попробовать очистить ротовую полость. Если он в одежде, то есть расстегиваем верхнюю часть, значит, для оголения грудной клетки, если есть поясной ремень, его расстегиваем. Мы проверим признаки жизни. То есть реакцию зрачка на свет приподнял верхнее веко. И также будем измерять пульс на сонной артерии. То есть при отсутствии реакции зрачков на свет и отсутствии пульса на сонной артерии, мы можем приступать к реанимационным мероприятиям. Запротнили как можно больше голов. Набрать полную грудь воздуха и сделать глубокий выдох. Наблюдая, как проходит воздух по грудной клетке. Также второй раз. Затем мы находим мечевидный отросток. Три пальца над мечевидным отростком. Вот это положение рук. То есть палец должен быть перпендикулярно подбородку. И делаем 30 нажатий на грудную клетку. И так мы будем выполнять до прибытия скорой помощи. То есть, если, конечно, мы видим, что появляются признаки жизни, то есть после трех циклов мы можем проверить пульс на сонной артерии. Если мы видим, что пульс появился на сонной артерии, появилась реакция зрачков на свет, можем послушать дыхание. В этом случае мы можем повернуть пострадавшего на бок, приложить холод к волосистой части головы, на голову, и вот в таком положении ждать скорую помощь. Судьба непредсказуемая. В сложной ситуации один на один сводной скихией может оказаться каждый. И разница будет лишь в том, готов человек к этому или нет. На этом программа «Прямая речь» прощается. С вами в студии работал Рафик Исаев. Берегите себя и своих близких.